Приветствую вас, давайте мы с вами для начала уточним ваш вопрос вообще. Если вы говорите о том, что как мне быть, да, и что мне делать, то как быть, чтобы что, и что делать, чтобы, собственно говоря, что. То есть, что делать, чтобы что вы хотите в этой конкретной ситуации. Что делать, чтобы что, как быть, чтобы что. Что, цель у вас какая, ну вот, по факту. То есть, нужно определиться сперва с целью, да, нужно определиться сперва с целью. И уже потом, когда будет, в общем, ясна ваша цель, чего вы хотите, вот, потом уже можно будет что-то говорить. И тогда уже можно будет, собственно, что-то делать. А пока, цель, 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 ваша цель пока, она, на мой взгляд, абсолютно не ясна. И, соответственно, непонятно, чего вы хотите и, опять же, соответственно, непонятно, исходя из чего вам давать рекомендации и вообще по поводу чего конкретно. Вот. Хочу обратить ваше внимание на несколько моментов, которые вы озвучили в своем сообщении. Вот. Хотел бы, чтобы вы относились к этому достаточно серьезно. Вот. Потому что, на мой взгляд, это важно для вас. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет о чем-то говорить. Итак. Вы пишете, что встречался с девочкой год ссоры и примирения. Ну, все как у всех. Здесь первый момент. Не все как у всех. То есть, не нужно думать, что ссоры это все как у всех. То есть, на самом деле, ссоры это не показатель нормальности. Ссоры не показатель того, что у вас все хорошо. Ссоры не показатель того, что вы являетесь гармоничной личностью. И ваша девушка, вероятнее всего, тоже. Ссоры не являются показателем того, что вы принимаете ее такой, какая она есть. И, скорее всего, себя таким, какой есть вы. И потому, на мой взгляд, начинать нужно с того, чтобы определить, что конкретно за причины были у ваших ссор. Вы говорите, что имело место быть примирение. Я вам верю, верю в то, что вы примирялись. Но толку от примирения, если вы ни к чему не приходили. Толку от примирения, если вы ничего не решали. Толку от примирения, если ссоры возникали вновь и вновь. В том числе и по тем аспектам, которые сами вы даже называете пустяковыми. Называете мелочами. Возникает вопрос. Возникает вопрос. Исходя из этого. Исходя из этого, возникает вопрос. Так, а из-за чего же вы ссорились? И по какой причине вы ссорились? Понимаете? Вот этот момент я предлагаю вам выяснить. То есть это можно обсудить с психологом. Это можно разобрать с психологом. Вот. И соответственно уже исходя из этого. Исходя из того, что будет понятно. Можно уже будет давать вам какие либо рекомендации. И соответственно уже корректировать ваше поведение. А может быть. Может быть. И решать какие-то некоторые ваши личностные проблемы. которые и явились причиной тому, почему вы ссорились. В любом случае. В любом случае. В любом случае. Эээ. Сами ссоры. За сами ссоры. Вот. За саму ссору. Вам нужно взять на себя ответственность. целиком и полностью. Именно за то, что делали вы. То есть. Необязательно. Необязательно. Необязательно брать. Эээ. Эээ ответственность. Она. Сама разберется с ней. Важно. Чтобы вы взяли на себя. Ответственность за себя же. За свои. Ну. За. Свои действия. Эээ. 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 Вот это. Очень важно. Без. Без этого. Эээ. Ну. Собственно. Не получится что-либо решить. И без этого не получится что-либо изменить вам. Эээ. Дальше. Вы говорите. Что. Эээ. Мы. Значит. Эээ. С ней. Эээ. Подзорились из-за мелочей. После того как она. Ээээ. Сказала что меня любит. Ну. Опять же. На мой взгляд. Ээээ. Здесь все несколько. Странно. Да. Странно. Потому что. Ну. Если. Эээ. Эээ. Девочку. Любите. Если она вас любит. То. Как-то немного странновато. Что вы. Ссоритесь. Ээээ. Спустя. Всего лишь. Пару дней. После того как. Эээ. Эээ. Она вам призналась любви. Причем призналась сама. Эээ. Вот. То есть. На мой взгляд. Эээ. Ситуация здесь. Такова. Что. Эээ. Нужно. Эээ. 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 Ээээ. 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 Эээээ. Эээээ. Вероятнее всего, это недогая уж и мелочь, если вы из-за этого умудрились поссориться. Надеюсь, вы это понимаете, надеюсь, вы отдаёте себе в этом отсчёт. А что происходит дальше, ваша девушка просто-напросто начинает тяготиться тем, что у неё с вами ссоры, ваша девушка начинает тяготиться тем, что она с вами, значит, конфликтует. Ваша девушка явно по этому поводу, значит, ну, либо её напрягает, либо она тяготится. Этого я точно сказать не могу, но именно данный аспект стимулирует её к тому, чтобы с вами изъявить желание расстаться, несмотря на то, что она вас любит. То есть, мне кажется, что данная позиция является, ну, в общем-то, ну, может быть, и не вполне логичной с точки зрения мужской логики, но вполне адекватной с точки зрения человека, который заботится о себе и о своём здоровье, в том числе здоровье психологическом. Вот. И здесь, здесь на первый план выступает ваше поведение, что вы пытаетесь уговаривать девушку не расставаться. Это в некоторой степени странно, и вот почему. Дело в том, что если вы свою девушку любите, то вы наверняка её принимаете. То есть, вы наверняка принимаете девушку такой, какая она есть. И если вы принимаете её такой, какая она есть, то её нужно принимать всю целиком, всю целиком, в том числе и её выбор. И если девушка делает, вот, ну, решает для себя, что она хочет пока что на время с вами, например, расстаться, её выбор, то правильным будет, зрелым решением будет её принять, принять её выбор. Ну, если ей так хорошо, если ей так комфортно. Вы же этого не делаете. И у меня к вам возникает вопрос, почему? Почему вы не сделали этого? Почему вы не пошли девушке на встречу? Что помешало пойти девушке на встречу? Какой-то может быть страх, какие-то может быть эмоции, чувства, может быть какие-то установки, взгляды ваши. То есть что помешало принять выбор девочки? Для чего вы начали уговаривать её? Важно ли это? Да, очень важно. Почему это важно? Потому что это говорит о том, насколько вы ориентированы на неё, на девочку. То есть если вы ориентированы на неё, то по сути вам в общем-то не нужно её уговаривать. Если она любит вас, она к вам в любом случае вернётся. Если вы любите её, то и от вас она никуда не денется. Вот. Но вы почему-то, почему-то, вы почему-то боитесь. Боитесь того, что она может, ну, видимо, видимо уйти от вас. calm, видимо вы боитесь того, что она может полюбить жизнь без вас. Понимаете? Какая история? И если это так, то это очень серьёзно, там это говорит о том, что вы сами, в первую очередь, ну, не очень уверены в себе, и, вероятно, эту самую неуверенность в себе вы переносите вот в том числе и на девушку свою. Ведь ссоры, они нравятся далеко не всем, далеко не всем, и не каждому нравятся ссоры, которые происходят, ну и, например, с завидной регулярностью, если они действительно происходят, вот. Поэтому думается мне, что здесь вам нужно крепко-крепко подумать на эту тему. Если вы девушку действительно любите, то возникает противоречие. Да? Противоречие. Какое? Какое противоречие? Ей ходит за бобыть без вас, а вы ей этого не позволяете. По какой-то своей причине. Вот какая это причина и как это соотносится с тем, что вы любите. Нужно разбираться. На мой, на мой взгляд, сделать это будет не так-то сложно. Вот если вы, ну, будете готовы к тому, чтобы работать, если вы будете реально хотеть, ну здесь, разобраться в себе и в собственных каких-то, ну, либо страхах, либо переживаниях, либо чем-то еще. Вот. На мой взгляд, это то, что вам нужно, если вы действительно хотите сохранить отношения со своей девочкой. Вот. Если вы не хотите ее потерять, если вы действительно, ну, дорожите ею, то для этого нужно что-то делать. В том числе для этого нужно ее отпустить. Это первое и второе, что необходимо сделать. Это убедиться, посмотреть на то, из-за чего она, значит, не хочет с вами быть. Вот. Именно девочкой. Из-за чего она не хочет с вами быть. То есть, ну, по какой причине, что ее напрягает. Вот. А напрягает ее, скорее всего, ваши ссоры и конфликты. Вот. Которые происходят у вас, ну, как я понял, с завидной постоянством. Ну, с завидным постоянством. Вот. Вот. То есть, это время она хочет взять для того, чтобы понять, насколько вы, вот, к ней расположены, насколько вы готовы делать что-то для нее. Вот. И, собственно, вообще, готовы ли вы делать что-либо для нее. Потому что, вполне реально, что она не уверена. Вот. Но в любом случае, решение ее нужно уважать. Если, если вы этого не делаете, ну, значит, на это есть причина. И с этими причинами нужно обязательно разбираться. что до тех пор вы выступаете в роли, ну, в роли преследователя, который пытается удержать девушку силой. что, безусловно, никак не может быть чем-то, чем-то хорошим, правильным и, самое главное, чем-то, что сделает ваши отношения, ну, скажем так, более качественными, может быть, да, и так далее. Так что, подумайте, пожалуйста, об этом, и если захотите разобраться в том, что происходит, да, то я или мои коллеги с радостью поможем вам это сделать. Вот, но еще раз повторю, нужно ваше для этого желание. Чтобы вы хотели, чтобы вы желали меняться и чтобы вы желали в себе разбираться. Вот. На этом, в принципе, я думаю можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. я буду рад помочь ей ответить. Если у вас, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего, всего самого доброго и удачи. А я надеюсь, что ситуация, в которой вы оказались, разрешится благополучно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok